Счастливые лица студентов, которые решились на участие в лыжной гонке, говорят не только об их любви к здоровому образу жизни, но и о дружбе народов. За призы в этот раз решили побороться ребята из России. Мне нравится вести активный образ жизни, а раньше я занималась с лыжами, и поэтому сейчас я участвую в этих соревнованиях. Должно быть упорство. И вот сейчас, когда выйдешь на лыжню, ты должен будешь стоять и ехать до того поры, пока ты не упадешь. Упорство для студентов Рязанского медицинского университета – это одна из главных черт, благодаря которой они добиваются успеха в том числе и в учебе. Вы выбрали очень важную и нужную профессию. Желаю вам пронести любовь к физической культуре и спорту через всю свою жизнь. Пусть это будет хорошей поддержкой вашей профессиональной деятельности. Нельзя стать здоровым, рассуждая о здоровье. Нельзя стать здоровым, смотря фильмы о здоровье. Здоровьем можно стать только лично участвуя в соревнованиях и лично занимаясь физической культурой. После старта они падали и поднимались. Многие иностранные студенты, приехавшие из Камеруна, Индии, Ливии, Марокко и других государств, впервые встали на лыжи. Но их счастью не было предела. Большинство из них участвовали в любительском забеге и просто наслаждались атмосферой. А некоторые даже читали стихи Есенина. Как сказать мне для прекрасной лали, слова ласковые и поцелуй. Я спросил сегодня, у меня ли легче ветра тысячи ванских строй. Как назвать мне для прекрасной лали, слова ласковые и поцелуй. Некоторые иностранцы все-таки решили, во что бы то ни стало доехать до финиша, соревнуясь на время. Они признаются, что было трудно и шутят, что их падения равнялись количеству метров на дистанции. Когда у вас есть что-то внутри вас, то оно помогает вам идти, помогает вам двигаться дальше и прийти к финишу. Может иногда я шел, но я двигался. И что важнее всего, я финишировал. Молодцы, они стараются, они хотят кататься. Потому что они, по их словам, они сказали, что... Есть что вспомнить после учебы в России кататься зимой на лыжах. И они стараются, учатся. 2000 метров для девушек и 3000 метров для мужчин – две дистанции, по которым шли спортсмены. На финише их ждали поощрительные грамоты, фаер-шоу, медали и кубки. С победой участников поздравил ректор Рязанского медицинского университета Роман Калинин, который финишировал в любительской гонке. Здесь нет какой-то состязательности, спортивности в чистом виде. Здесь именно команда, именно наше мероприятие, в котором мы, в принципе, просто хотим, чтобы больше студентов, сотрудников участвовало, чувствовали плечо друг друга. И, конечно, заряжались энергией того места, которое вот с той солочи нашей прекрасной. И это получается. Вы видите, какие сейчас здесь эмоции. Особенно, наверное, у тех ребят иностранных, которые приехали к нам из других государств. Может быть, снега не видели, первый раз встали на лыжи. И у них получается. И я уверен, что это будет, ну, и им помогать адаптироваться к нашей прекрасной стране и чувствовать нашу культуру. Роман Евгеньевич отметил, что университет силен тогда, когда он един. Впереди студентов ожидает лыжня России, кросснаций и другие соревнования не только спортивного характера. Например, приуроченные к юбилею вуза. Этот же лыжный забег проходит уже третий год подряд на базе отдыха здоровья, которое принадлежит Медицинскому университету. Лыжная гонка – это возрожденная традиция предыдущих поколений. В соревнованиях с каждым годом участвует все больше студентов. Этот забег завершился вкусным обедом, большим количеством фотографий и новыми знакомствами. Я люблю Россию. Резги вуз, 70 лет. С днем рождения. К слову, приехать покататься на лыжах на базу здоровья студенты могут в любые выходные. Руководство вуза также обеспечивает будущих врачей бесплатным летним отдыхом в этом прекрасном месте, где есть домики для проживания, столовая и водоем, в котором можно купаться. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».